Продолжаются отчетные сессии Советов сельских поселений Славянского района. Наша съемочная группа побывала в Кировском сельском поселении, где глава местной администрации подытожил все сделанное, отчитался перед депутатами и жителями о том, как удалось выполнить намеченное в минувшем году. В Кировском сельском поселении 4 населенных пункта – хутора Голицын, Беликов и Красноармейский городок, а также село Погорелово. Здесь проживает свыше 4000 человек, больше 59% из которых трудоспособные. Все эти и многие другие факты и цифры, достигнутого в прошлом году собравшиеся в зале сельского дома культуры, узнали из отчетного доклада главы Кировского сельского поселения, большая часть которого была представлена в виде фильма. Бюджет поселения составил по доходам без малого 57 миллионов рублей и был израсходован на исполнение полномочий местной властью. Глава Кировского сельского поселения Евгений Леонов имеет большой опыт работы и отличается добросовестностью и хозяйственностью. И здесь все делается на хорошем уровне. Важно то, что сегодня есть возможность все это претворять в жизнь, потому что благодаря национальным проектам, которые сейчас у нас есть по России, благодаря президенту Российской Федерации, у нас очень много программ всевозможных существует на уровне администрации Краснодарского края. Надо просто работать, надо пытаться входить в эти программы. Тогда, наверное, появится такой парк. Я же говорил, на 2023 год у нас аналогичный парк строится в Кутере Белико на 20 миллионов рублей. Благодаря всевозможным краевым программам складываются достаточно большие деньги, тоже порядка 18 миллионов денег. Ну, ежегодно, действительно, это люди уже привыкли к этому. Делается всевозможная работа, чтобы детские площадки выглядели достойно и дети учились чему-то хорошему. Самое серьезное внимание было уделено ремонту и содержанию дорог. Дорожные работы по асфальтированию, подсыпке щебнем и грейдированию проблемных участков и тротуаров проходили в течение всего года. Всего на эти цели было израсходовано почти 19 миллионов рублей. В 2021 году у селян появился еще один повод для гордости – прекрасный современный парк. Здесь постарались сделать все, чтобы человек смог провести время с максимальным комфортом и получить удовольствие от нахождения в парке. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко рассказал собравшимся об основных итогах социального и экономического развития района. В минувшем году большинство бюджетных средств было вложено в социальную сферу, чтобы славянцы комфортнее жили и получали более качественное обслуживание. Вложение в ЖКХ превысили 530 миллионов рублей. В полном объеме подготовлено к работе в осенне-зимний период тепловое, водопроводное, энергетическое хозяйство, все многоквартирные дома и объекты социальной сферы. В поселениях района за счет средств местного бюджета отремонтировано 13 километров линий уличного освещения, установлено 295 светильников. Проведена реконструкция водонапорных сетей на сумму 69 миллионов рублей. Заменены 28 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Идет проектирование на сегодняшний момент очистных сооружений в станице Анастасиевской, хуторе Барониковском. После них приступим к проектированию и в вашем поселении. 22 миллиона рублей было освоено по программе модернизации теплоэнергетического комплекса. Реконструированы 8 котельных. Отремонтированы 236 километров дорог в асфальтобетонном и гравийном исполнении. Затем жители поселения смогли задать вопросы представителям власти о том, что их волнует. На все вопросы они получили подробные ответы. Работа главы кировского сельского поселения на сессии была признана удовлетворительной. Уровнем благоустройства жители и депутаты местного совета в целом довольны. Наше поселение не стоит на месте. Из года в год все процветает. Строится парк, спортивные площадки. Молодежь есть у нас, почетные пенсионеры, труженики. Радует то, что непогода зимой была, снегопады. Спасибо местному населению, частникам, которые имеют свою технику, трактора. Оказывали посильную помощь в расчистке дорог, тротуаров, подъездов к домам. Вот это радует, что люди неравнодушны к своему поселению, к своей жизни. И в свою очередь администрация идет навстречу. Благоустройство идет. Одну аллею славы посадили в 2020 году, в марте месяца, а вторую – 10 апреля 2021 года. Это почти 80 саженцев. Это Липа и Катальпа. Работа такая, что люди сами пришли. Мы даже не успели позвать. Казачество было, волонтеры и так далее. Мы ее быстро сделали. Но память осталась, конечно, у каждого. Это раз. Второе – это обустройство дорог. Без ловек тут никак. Это все намечается. Но надо обойти все, посмотреть. Тротуары. Дальше – взаимодействие с населением. Это прежде всего, потому что все те виды работ, которые делаем мы, людям, конечно, они неравнодушны к этому. И стараются сделать как можно лучше, как можно ярче. Кто-то цветники, клумбы и так далее. В Кировском сельском поселении в нынешнем году запланировано немало мероприятий в части благоустройства. Здесь умеют держать марку поселения на должной высоте и добиваться намеченного общим упорным трудом. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова